Ваня, я знаю, вы являетесь фанатом группы Адовый мужик. Да, подписан на канал YouTube. Вот какая песня группы Адовый мужик твоя самая любимая? Алкоголь не шутка, конечно же. Ну понятно, я даже не сомневался, что это именно та песня. Я классику люблю. Понятно. А вот как вот ты относишься вообще к Витлорамбозе? И желаешь ли ты ему здоровья и долгих лет жизни? Я считаю, что без него русский YouTube вообще будет скучно. Поэтому, конечно, желаю... Долгих лет жизни в Витлорамбозе, да? Долгих лет, конечно. Ну а вот как ты считаешь, стоит Витлорамбозе пить вот этот Витасепт? Или лучше ему пить какие-то дорогие там, блядь, такие напитки? Да нет, вся фишка пропадет, как бы это его суть, потому что бухать дешевое что-то. То, что он как бы человек из народа и как бы, блядь, дорогие вина и водки ему ни к чему, блядь. Ну, к тому же, я много научился у него. Я, например, раньше не знал, что можно пить фунфури. Да? Да. Я реально первый раз их попробовал, когда с ним начал общаться. Ну да, это ж вы выдумали вместе с ним, блядь, коктейль Витапепс. И, смотри, вы нормально выглядите. Витапепс, сейчас-то пьёте? Не, я сейчас подсел на эту. 95 рублей, короче, стоит написано на ней настойка рябины. Литр выпиваешь и просто сразу сносит. А если полтораху, то я часто бывал, что даже вообще ничего не помню, что потом происходило. Я понял. Ваня, я вот давно хотел у вас спросить. Вы вот играете на каком-нибудь музыкальном инструменте? На кожаной флейте. И всё, да? На дудке-волосянке, на кожаной флейте. Что там у вас ещё? Любимое занятие стрельба из кожаного автомата. Ну, я понял. Вообще, рукоблуд ты, Ваня, известный. Утушение одноглазого удава. Душишь одноглазую змею по несколько раз на день. Нет, вообще, я же пианист. Пианист? Да, по образованию. Ты музыкальной школе учился? Охуеть. Правда, как ремонт сделали, инструменты выкинули, я уже давно не играл. Ну, понятно. Ну, а какой бы вы работе вообще мечтаете? Вы же поменяли за последние два года хуеву пропасть работ, насколько я знаю. И нигде толком вы не напрягались. Вечно вы подыскиваете себе такие работы, где нихуя не надо делать, в принципе. Ну, я подыскиваю, я в итоге ни разу такой не нашел, везде ебут в голову, пиздец. Да? Последний раз, я знаю, вы где-то вот, ну, до Собчака, вы где-то там работали в каком-то этом, то ли в NetByNet, то ли в Теле2, да? В Теле2 я давно работал. Я в последнее место работы, у меня вот было прямо вот где мы здесь сидим, тут рядом вход, это, комфортел, контактный центр. Ну, я видел тебя тут шарахался, выгнали тебя оттуда тоже. Не, я ушел сам. А, сам ушел. Я потому что уже ночью... Ты лучше расскажи про Теле2, блядь. У тебя нервы там сдали, ты нажался, как свинья, и заснул в кладовке, да? А офис был открытый, блядь, и там люди шараембились, а ты спал, блядь, как свинья. Не, такого не было. Нет, а вы так сказали, блядь, он, говорит, вообще ебанулся, прям там, говорит, нахуярился, его офис бросил, блядь, в кладовке спрятался и лежал там, храпел. Не, у меня там был косяк 31-го числа, пришел, у меня же днюха 30-го, я хуярил всю ночь, блядь, и 31-го, ну, просто, блядь, из 7-5, блядь, фактически, поехал на работу, блядь, не трезвее. Ха-ха-ха-ха, и устроил там скандал, блядь, или что ты там сделал? Не, а со мной, короче, блядь, подруга приехала, и что-то с утра пойти некуда было, ну, мы сидели там, короче, жрали доширак, блядь, я похмелялся пивом. Охуеть, короче, приехал в начальство. А, приехал в начальство, застал, а у вас за трапезой. Меня выебали, нахуяр, закрывай этот магазин, иди, отсыпайся. Ха-ха-ха-ха, ну, понятно, а так нравилась работа, да, ничего так. Не, в Теле2 нормально было, в принципе, что, сидишь, комп есть, курить можно хоть каждые полчаса ходить. Ну, спасибо, Вань, короче, ты застоль содержательное интервью, я думаю, мы еще с вами встретимся. Приходите на майский трэш 26 мая, хоть раз приди. Постараюсь, на самом деле, я дома хотел, но что-то у меня все время запой. Там, блядь, подойдешь в Витарым Боза за штанину хоть дернешь, блядь, можешь свалиться, блядь, в салпо-слэмите там. Ну, ладно, спасибо, давай, майский трэш форева. Спасибо.